Всем привет! Начинаем новый влог. Сейчас занимаюсь уборкой на кухне и решила немножко освободить себя роботом-мойщиком окон. Пока я буду сейчас заниматься отстирыванием рубашек. Покажу каких. Кирюшкиных. У нас он пришел со школы. У нас было очень жарко. И вот тут вот есть пятна, которые я хочу застирать перед тем, как отправить рубашки в стирку. Вот здесь пятно на воротничке. И со столовой Кирилл принес вот такое еще пятно. Но сказала, что давали вкусную пиццу. Сейчас перед стиркой буду замачивать. И заодно хотела еще вот полотенце кухонное. Тоже у меня тут пятен полным-полно. Ну вот, обычные кухонные полотенца, жирные пятна, жирные руки. Иногда прихватки у меня нет. И я достаю противень какой-нибудь или там форму для запекания с курицей или с гарниром. И вот остаются такие пятна. Сейчас мы все это тоже замочим. И пока буду этим заниматься, поставила водичку кипятиться. Нужен кипяток для того, чтобы развести очиститель кислородный. У меня стоит чайник. И всегда еще кастрюльку ставлю. Ну и пока запущу робот. Он помоет окна. Сначала здесь, потом с той стороны запущу. И помою вот те окна, которые на балконе. Видно, что там очень плохо видно все, что за окном. Потому что окна за лето все стали грязными. Единственный нюанс. Работает немножко шумновато. Вот, поэтому сейчас быстро здесь пройдется. Я отправлю его на ту сторону. Закрою балкон, чтобы он там не сильно шумел. И еще мне нужно приготовить сейчас обед. На обед я сделала куриную грудку. Нарезала квадратиками. Сюда яйцо, чеснок, соль, специи. Это будут куриные котлеты. Куриные отбивные у меня. И сделаю гарнир. Там макарошки или риц. Сейчас посмотрю, что у меня есть. Пока робот убирается, шумит здесь. Я решила еще полы помыть. Пропылесосила все. И теперь все пройдусь. Шваброй наведем порядочек. Ничего, конечно, не сравнится с чистыми полами. Можно снять тапки и походить прям босиком. Потому что ходить стало приятно. Так, пока у меня робот там за окном работает. Видите, у меня тут трос зафиксирован. Тут у меня провод. Вот, видишь, меньше его стало слышно. Так, спокойно, тихонечко. Пока что займусь котлетами. Пожарю котлетки куриные. И приготовлю гарнир. Хотела вам показать свою покупку. Нашла магазин, называется Белорусский фермер. Там я так поняла, что большинство продуктов из Беларуси. Взяла там вкусные сосиски, но не показала вам. В следующий раз покажу, как называется. И взяла топленое масло. Триста. Нет, 270 рублей, по-моему, стоит такая баночка. Белорусский дом. Дом масло. 99% топленое. Вот. Топленое масло очень полезно для того, чтобы на нем жарить, готовить. Так, одной рукой я точно не открою. Ну, такие получаются небольшие котлеты. Но по-другому можно еще их рубленые котлеты или отбивные назвать. Но топленое масло будет вообще вкуснота. На гарнир я все-таки решила приготовить гречку. Всем, кто сейчас кушает, приятного аппетита. У нас есть бабушкины соленые огурчики. Вкуснейшие, хрустящие. Искупала сейчас, помыла голову. Лицо такое у меня красное. Всегда после душа распаренное. Хотела вам показать новый шампунь. Купила. Матрикс для объема. У меня до этого был матрикс фиолетовый для окрашенных волос. Он закончился. И хочу сказать, что мне понравился вот этот флакончик. Он больше подходит для жирных волос, для жирной кожи головы. Вот какая у меня. Хорошо промывает. Действительно делает объем. Но при условии, что вы потом посушите голову феном. Понравилась линейка. Не стала брать бальзам такой же. Я не вижу смысла покупать бальзам для объема. Потому что шампунем мы моем корни и все волосы по длине. А бальзамы только на кончике. В общем, всегда покупаю шампунь по состоянию кожи головы. Для жирной кожи в основном беру. Либо для окрашенных. А для кончиков беру восстановление. Для поврежденных. В общем, это что-то восстанавливающее. И хочу сейчас сделать маску для волос. Ой, для лица. Пеп Плаз. Помните, я вам показывала масочку? Масочки. Набор масок. Сейчас нанесу. И пойду, наверное, в прямую горизонтальную положение. Потому что маску нужно наносить именно в расслабленном состоянии. Так, сейчас за коробочку сниму. Берем с вами упаковочку. Коробочку. Берем вот такой флакончик. Все потрясем сейчас сначала. Завтра, соответственно, день свадьбы. Поэтому будем готовиться заранее. Кстати, у этих масок накопительный эффект. Как снимается сейчас. Есть. Все, снимаем крышку. И чуть-чуть открываю вот эту штучку. Сейчас. Опаньки. Все, вливаем сюда сыворотку. Готовим у себя зелье для красоты. Готово. Теперь все перемешиваем. Быстро-быстро все делаем, иначе маска зафиксируется. И кисточка мне очень нравится. Классная здесь. Все, и наносим. Вот столько здесь получается маски. Как бы видно, да, что она тут сбоку. На самом деле этого количества прям вполне достаточно. Налицо и шею. Оставлять ничего нельзя. Она зафиксируется. И все, некоторые там делят на две части. Читала в комментариях. Нет. Это на одного ровно человека маска. Все, перестаю разговаривать, потому что сейчас маска начнется фиксироваться у меня. Сразу минус пятерочку лет сейчас. Так. Тут, кстати, пептиды, которые имеют накопительный эффект, проникают, высветляют, убирают пигментацию, мимические морщинки разглаживают, лифтинг-эффект и даже воспаление. Вот видели на носу у меня? Признак влюбленности. Даже вот с такими вот вопросиками в масках. Главное делать это курсом. Буду проходить курс. Шею не забываю. И пойду сейчас в лягу. В горизонтальном положении на диванчик сяду. Буду отвечать на ваши комментарии. У меня один влог выйдет, комментарии копятся. Я потом одним махом захожу. Не обижайтесь, если я вам в день в день не отвечаю. Пожалуйста, не расстраивайтесь. У меня есть еще несколько YouTube-каналов. У меня еще есть двое детей и муж, которым нужно готовить, нужно убирать в квартире, работу делать. Поэтому я иногда прям вот с копом 2-3 видео сразу всем все отвечаю. Я все комментарии ваши читаю. Спасибо большое всем, кто передает привет. Всем, кто под каждым видео пишет комментарии. Я вам отправляю свои сердечки. Вот сейчас вам отправляю свои сердечки. Вы тем самым поддерживаете меня, продвигаете ролик. Лайки и комментарии, они всегда продвигают ролик, помогают в продвижении, увидеть большему количеству людей. Так что я вас всех обнимаю, всех благодарю, всех читаю. И пойду сейчас зафиксируюсь и пойду отвечать на ваши комментарии. Вот, все, пошла. Прошло где-то 25 минут. Все у меня стянуло. Я хочу уже все смыть, все стягивает, просто натягивает. Ой, как будто у меня сзади вот так все паучок связали. Пойду смою маску и высушу волосы. Красота. Так, лицо у меня супер красное. Это нормальная реакция в течение двух часов. Ну, час-полтора все пройдет. Посушила я волосы. Челочку свою. Я, кстати, когда ее сушу, сначала сушу вот так, а потом я ее наматываю вот таким образом, вот в эту сторону. Ну, оказывается, так и нужно сушить французскую челку. Очень мне нравится. Спасибо, Наташа. Она вообще просто топ-мастер в Саратове по французским челкам. Но челку она отдельно не стрижет. Если вот к ней, например, на окрашивание записаться, она там стрижку сделает, там укладку и так далее. Но отдельно челку она не делает, только в комплексе. Поэтому, когда я иду к Наташе на окрашивание, грех такую красоту, да? Не сделать такую челочку. У нас сегодня у Гришули важный день. Мы сегодня идем сразу в два новых места. Первое место – это логопед на занятия в студию. А второе место – это подготовка к школе. Так что в следующем году у нас будет новый ученик. Проходи вот здесь на тропиночку, я за тобой. Зачок взяли. Хочу играть с ученицей в игру найти ключ от формы дома. Ух ты! Там были заперты все животные, да? Они попали в ловушку. Да! И они превратились в форму. В общем, тебе понравилось занятие? Будешь сюда еще ходить? Да. Ну, здорово. А сегодня у нас еще подготовка будет к школе. Там с учителем нельзя поиграть. Мои покупки из магазина Чижик. Давайте покажу, что там нового появилось, интересного. Во-первых, там появилась фунчоза на этой неделе. Она в Чижике стоит 99 рублей. Это вермишель из бобовых. Я очень люблю делать фунчозу с курицей. Можно с креветками. Ну, я с курицей делаю. Морковка, лук. И вот соус специальный такой для фунчозы еще есть. Очень вкусно. И это безглютеновая лапша. Она выполнена из горох, картофельный крахмал, зеленой бобы, вода. Вот. У кого аллергия на глютен, или кто не ест муку, вот это вам замена макарошкам. Очень вкусная стеклянная лапша. По 99 рублей сегодня зашла в магазин рядом с домом. Там 170 рублей одна упаковка. В Ашане тоже там что-то больше 150. Я думаю, я, наверное, еще в Чижик заеду. Еще себе возьму 4 упаковки. Пускай будет срок, я думаю, тут хороший. Изготовлено 2-го, 0-1-го, 23-го. А давайте посмотрим, сколько хранится. Изготовитель. Вот, 36 месяцев. Ну, вообще долго. Можно набрать еще. Идея, ужин за 20 минут. Вот с фунчозой. Можно супчики добавлять и так далее. Взяла кисель. У меня Артем иногда просит, когда я запеканку делаю, он говорит, почему ты просто даешь нам запеканку? Подполивай ее сверху киселем. Вот. Такое блюдо у него... Где-то он его запомнил. И, говорит, с киселем надо запеканку подавать. Ну, 4 рублей 40, по-моему, стоит. Водичку вот такую взяла Гриша на подготовку или Кириллу в школу. У нас сейчас из-за того, что у нас в городе опасная ситуация по менингиту, отключили фонтанчики в школе. Либо кипяченую воду можно попить в столовой, либо вот с собой водичку. Дала бутылочку. Влажные салфетки. Это можно на рисование или в школу. Тоже, кстати, вот такая небольшая упаковка бюджетная. Последнюю пачку карандашей взяла. Мне кажется, тут вот не хватает пару карандашей. Сейчас посчитаю и не открывала. Но мне кажется, парочки карандашей не хватает. Ну, ладно, не беда. Брауберг, по-моему, они стоили 100 рублей. 99, если не дешевле. Так они 150. Это была на них хорошая скидка. Взяла последнюю. Видимо, полную пачку передо мной забрали. Ну, ничего, пусть пользуются, мне не жалко. Основные цвета все равно есть. Гриша на подготовку будет ходить. Вот положу ему эти карандаши на подготовку. Соевый соус 50 рублей. Тоже вот в магазин заходила. 98 стоит. Миоре. Соевый соус без ГМО. Состав вода. Соевые бобы, пшеница, соль. Попробуем, что за Миоре. Потом посмотрела видео Лены. Она во влоге показывала вот этот набор. В удобном пенале. Здесь линейка, транспортир, треугольник и треугольник. Вот я тоже взяла. Тоже осталось немного, кстати. Вот. Так что по рекомендации Лена купила. Мусорные пакеты взяла. С завязками 30 штук. Ну, что, ну, в Чижике хорошие цены. Там что-то можно супер выгодно купить. Поэтому, если у вас в городе есть, сходите. Мне нравится магазин. Иногда захожу. Прямо что-нибудь такое вот. Единственное, там вот привозят какие-то товары. Потом они уходят. Потом новые привозят. Вот так. И еще смотрите, что я купила. Это табуретка. Стул, стремянка. Сейчас вам покажу. В собранном виде. Полностью из дерева. Кстати, дерево массив. По-моему, березы. Очень тяжелый такой стульчик. Он выдерживает. Много килограммов. Тут инструкция идет. Все, видите, выпилено. Даже, по-моему, обработаны края, углы. Здесь вот уже дюбеля есть. Нужно будет все просто сделать. Это собрать этот стульчик. Это вот такая табуретка. 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 Вот она. Ее можно использовать под цветы. Ее можно использовать на кухне, если у вас маленькие детки хотят вам помогать на кухне. Вот так вот ставите его. И ребенок помогает повыше. В общем, где-то что-то достать. Я думаю, что нужно будет его еще покрыть сверху таким лаком, который водоотталкивающий. Посмотрите, в обе. Или в Леруа Мерлен. И дополнительно покрыть. Я давно хотела такой стульчик. Можно как, да хоть, не знаю, там, для цветов, хоть для чего стремянку использовать. Этажерку. В общем, красивый стульчик. Стоит 990 рублей. Вот. Качество отличное. Тяжелое дерево, такое прочное. Посмотрим, сейчас соберем. Все, видите, в упаковке нельзя открыто посмотреть. Так что купили, сейчас будем собирать. Вот. В этом. В Чижике там еще вешалки классные есть. Там завезли обувь. Что еще? Зонтики привезли. Детские. Жилетки по 600 рублей. Взрослые. Хорошие жилетки. Так что сходите. У кого есть время, кому интересно, сходите в Чижик. В комплекте подробная инструкция. Сейчас Артем будет собирать стульчик. Так пахнет деревом, хочу вам сказать. Смотрите, какие детали. Скажу поближе. Ну, мне нравится, как все сделано. Все аккуратно. Никаких зацепок, никаких заусенцев быть не должно. Такие там тяжеленькие части. Сейчас будем собирать. Постирала Кирюшкины рубашки. Помните, показывала вам пятна? Все отстиралось. Все чистенько, аккуратненько. Еще меня интересовал вопрос от воротничков. Манжетов. Начинается школьная пора. Манжеты и локти еще. Здесь вот локти. А Кирюха тоже не знаю, что там с партами. Может быть, в столовой испачкала или где. Тут тоже вот воротнички все чистые. Все постирала. Теперь осталось только отгладить. Манжеты чистенькие. Где у меня фокус? Сфокусированная камера. Вот здесь все локти чистенькие. Все. Все чисто. Осталось только рубашечки погладить. Все вот эти грязные пятна я замачиваю предварительно в очистителя. В кислородном. Брендфри кипятком развожу. И я, например, даю ему остыть. Не прямо в кипяток. Либо даю остыть, либо доливаю чуть холодной воды. И вода получается теплая. Не 90 градусов. Меньше температура. И замачиваю вот те пятна, которые нужно отстирать. В избежание того, что рубашка сядет. Потому что я сейчас на 90 градусов замочу. Я боюсь, конечно, что она сядет. И Кирилл уже будет маленькая. Поэтому все полностью рубашку я не замачиваю. Только вот манжеты, воротнички. Или если какие-то локальные пятна есть, тоже можно либо туда нанести на это пятно средство. Либо опустить это пятно. Замочить. Перед стиркой. Так, ну что? Скоро у меня будет красивая этажерка. Для цветов. Не знаю. Артем говорит, зачем нам этот стульчик? Сейчас как увидят. Скажет, нам еще... Кстати, на даче можно как журнальный столик тоже использовать. Можно вообще просто... Что-то, я думаю, там может стульта снять. Ну, можно и так использовать. Он выдерживает вес, кстати говоря. Такой хороший. Такие конфирматы, что... Славно выдержит. Гришуля, ты что помогать не идешь? Гриша! Ну, я вижу, что ты не справляешь. Папа что-то тут не то прикрутил. Давай. Какая-то абстракция получилась. Давай, смотри, постановляй сюда. Надо поймать положение. Смотри. Да я... Ну, вот, давайте так, чтобы тебе видно было. Дай, Пас. Вот. На. Он должен туда ключик. Так, щелк и встать. Попасть в пас. Вот смотри, давайте, помогу, встану, а ты потом будешь крутить. Да, я. Да, есть. Вот, он зашел, чувствуешь? Теперь тебе надо его крутить. Вот, туда вот так. Раз, и крути. Да. Ну-ка давай. Видишь, он выпадает к тебе поставь? Ну, а это ты потомушку. Все, я не мешаю. Так, я не мешаю. Ну-ка, ну-ка, давай. Чуть-чуть-чуть. Так. Теперь поднимай вот так ручку. Вот, давай. Ну-ка. Ну-ка. Давай, давай. Двумя ручками держи, а я буду крутить тогда. Вот, получается, смотри. Держи. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот это молодец. Видела? Сила должна быть, что-то так держать. Нахуй тяжело. Какая сила, Гриша, смотри. Молодец. Ну, давай дальше. Надо же доделать работу. Не бросать ее. Папа, руки мне. Давай, держишь? Ручками держи, а я буду крутить. Давай вместе вот так, вот, будет помогать. Давай, я буду вот тут держать, а ты будешь внизу. Мы сейчас будем крутить. Или ты хочешь, крути деревяшечку, иди. Ну, я. Давай, а я буду ключик держать. Ну-ка. Давай, я тебя разверну, чтобы тебе удобно было. Вот так вот. И ты двумя ручками крути ее. Двумя ручками. Вот туда? Нет, вот в эту сторону. Вот сюда. Хорошо. Ага. Крутишь? Я беру. Крутишь? Вот. Видишь, уже лучше получается. Ага. Так. Крутишь? Да, кручу. Давай. Тяжело тут надо крутить уже. Опа. Крутишь? Уже на стул не получается. А это уже мой стул не получается. Стул, Греш. С. С. Стул. Стул. Стульчик. Стульчик. Крути. Хорошо. Ух ты, какой хороший клетчик. Несколько удобно. А что вы сразу его не достали? Я не могу. Все, давай. Помогать? Да. Давай. Я чуть-чуть помогаю. Может, сначала полком было вставить, а потом вторую половинку закручивать. Ну, вон, 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 внизу полка лежит. Вот смотри, сначала полка, а потом вторая палка. Стойте. Крутишь? Да. А ты что? Да. А это стулчик. Это сверху будет полочка. А. Подожди, сейчас папа подел. А это ступенька будет? Я понял. Понял? Сейчас соберете, будет такое. Можно куда-нибудь забраться повыше. А. Или поставить красивый цветочек сюда. Стремянка такая домашняя, небольшая, удобная. Вон, занавески там поправить, повесить, например. Такая стремяночка для маминого роста, большого. Почти готова. Готов стульчик. Такой красивый. Будем его лаком покрывать? Ну, у нас же вот это не покрыто. Ну, не знаю. Оно как будто бы покрыто. Нет, если на улице где-то используют, то, конечно, надо покрывать. А так удобно зачем? Так удобно, мне он так нравится, такой красивый. Вот это дайте еще подкручивать, вот эту штучку. А в середине вот это зачем пространство, чтобы удобно переносить его было? Вот это? Да. Как ручка ты взял ее и понес. Я так думаю. Ну да. Все? Дышите? Да. Ну, я так не снимаю. Все готово. Сейчас вот одну еще вот эту крутим. Будем сейчас тестировать. Ух ты! А можно поставить туда и встать на него и достать вот там наверху. Смотри. Двигай туда. Гриш, ты туда возьми, вот поставь. Вот так вот подвернись. Смотри. Возьми, вот. Вот, неси. Но только наоборот, вот этой штукой туда. Ну да, ну надо развернуть, когда подойдешь. Там нечего доставать. Вот тот шкафчик, Гриш. Нет, Гриш, вот так смотри. Вот видишь, как лестница. Вот так вот поставила. Да вон к тому, можете шкафчику? Не надо это сказать. Не за вкусняшками достала. Там нет вкусняшек, там только витамины. Так, научили. Все, понял? Все. Где вкусняшки? Они переехали. В животике у кого-то. Папа! Они же на столе вот стоят. Пап, давай теперь ты вставай и тестируй. Давай. Ну да. Сейчас посмотрим, папа. А где куда тестируй? Ну просто. Там ни одной вкусняшки нет. Там просто кокосовая стружка, желатин. Ничего такого там, Гриш, нет. Нет желатина. Не виси, пожалуйста, на шкафчике. Оторвется и будет очень больно. Моему сердцу. Тоже есть такой вариант. Ну а не бойся. Ты же сам собирал. Так. Так слишком высоко. А вот так нормально? Вот так в самый раз. Все, Гриш, папа тестирует, все удерживает. Вообще классная табуретка. Так, мы рекомендуем вам такую в чижике. Можно не бояться. Да, слушай, вообще классно. Когда собирать будете, единственный момент, обратите внимание, что вот эти вот поперечные, они другой длины, чем нижние. Ну, логично. А то получится, как у нас. Логично. Зигзагообразная. Маме, мне кажется, понравилась такая табуретка. Она себе такую захочет. Как твоя тренировка прошла, расскажи. Маме, очень классно. Что ты там делал? Шпагат делал. Шпагат. Гриш, у нас сегодня был на тренировке. Гриш, расскажи, что ты там делал. Ну, вот так вот. На кулаках стоял или отжимался? Отжимался. Наказанный был или нет? Нет. Стой, Гриш, стой. А расскажи, пожалуйста, почему ты в кимоно вернулся, а не в твоей толстовке? А? Где толстовка? Потому что я потерял ее где-то. Где? Забыл ее. Где потерял? Да, и Кирилл теперь на тренировке ищет. Твою кофту? Да. Вот это да, Гриш. Ты лучше не теряй. Так это очень... Нам не хватит кофты, одежды, если ты будешь каждый раз забывать. Конечно, будет холодно зимой. Давай не терять, хорошо? Договорились? Кимоно не кидать, а сложить аккуратно, повесить. Готовлю на ужин фунчозу. Ее нужно заварить. Я в последний момент делаю. Сначала обжариваю морковку, обжариваю лук, грудку замаринованную. Вот в таком соусе. Вот. Затем завариваю в конце фунчозу кипяточком. Прямо на 2-3 минуты. Сейчас она у меня полежит. Солью воду, все смешаю. На сковородку можно добавить зеленый лук, добавить огурец свежий и кунжут. Я вам все равно рецепт оставлю в описании. У меня есть на кулинарном канале, ссылочку прикреплю. Так, чтобы прям поэтапно, пошагово, так скажем. Получается очень-очень вкусно. Все, перчик у меня... Ой, перчик. Перчик мы уже не добавили. Уже ладно, без перчика. Есть охота. Огурчик у меня отдельно нарезан. Сейчас добавлю и кунжутом все посыплю. Зеленым луком. Я такая голодная. Сейчас буду есть. Буду всех кормить. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает.